Чеснок Чеснок представляет собой луковицу, разделенную на дольки, часто их называют зубчики. Сама луковица и зубчики покрыты чешуей, беловатой или бело-розового цвета. Чеснок Стебель у чеснока длинный, как стрела, имеет трубчатую форму, твердый, гладкий, достигает высоты 1 до 1 метра. Что же сказать о листьях? Листья плоские, тоже длинные, длина листьев до 15 сантиметров, они растут сразу из-под земли. Сгибаются посередине, под углом 90 градусов. На верхушке стебля вырастает соцветие из нежно-лиловых цветков, которые образуют форму сферического зонтика. Посевной чеснок не оплодотворяется путем опыления и редко вырабатывает семя. Пифагор называл чеснок королем всех пряностей. Во всем мире его считают просто незаменимым. Кладут в соусы жаркое, супы, к птице, мясу, рыбе. В общем, его можно найти практически во всех существующих блюдах. Гурманы употребляют даже свежие молодые листья чеснока, добавляя их в различные салаты. И уж, конечно, этот овощ незаменим при солении и мариновании. Возделывали чеснок в Древнем Египте, Греции, Риме, Индии. Там не боялись крепких запахов. В Европе чеснок употребляют без всякого удержу, особенно в Италии. На Руси эта культура известна примерно с IX века. Очень часто чеснок называют консерватором, потому что он очень слабо приспосабливается к новым климатическим условиям. И поэтому, если чеснок привозят с севера на юг или с юга на север, это очень сказывается на его биологических признаках. Очень часто можно такой признак наблюдать на форме луковицы. Когда луковица созревает, то данный сорт теряет свои свойства, и луковица меньше по своим размерам от тех луковиц, которые являются местными. Естественно, привезённый сорт чеснока не может конкурировать с местными сортами. Существует два вида чеснока – озимый и яровой. Их принципиальное отличие в том, что озимый высаживают осенью, а яровой – весной. Но не только. Головки озимого чеснока в разы больше ярового, но он хуже хранится. Кроме того, озимый чеснок может размножаться не только зубчиками, как яровой, но и бульбочками. Оба вида имеют свои плюсы и минусы, поэтому огородники чаще всего высаживают и тот, и другой варианты. Озимый – для весенних и летних заготовок, а яровой – для длительного хранения. Чеснок более устойчив к холоду, чем его ближайший родственник лук. Он может выдержать заморозки до минус 4 градусов. А вот во время созревания эта культура нуждается в тёплой солнечной погоде. А зимый же чеснок совершенно спокойно зимует под снегом. Но суровую бесснежную зиму может не пережить. Чеснок очень капризен в отношении предыдущих жильцов. Лучше всего этот овощ будет расти после любых бобовых культур, огурцов и ранней или цветной капусты. Ни в коем случае не стоит сажать чеснок после лука и картофеля. А самое главное – этот овощ не должен возвращаться на прежнее место раньше, чем через 3-4 года. Иначе накопившиеся на участке болезни и вредители погубят весь урожай. Эта культура любит удобренную и структурированную почву. Для её подготовки осенью под перекопку вносят суперфосфаты и калий, а также перепревший навоз из расчёта 5 килограммов на 1 квадратный метр. Для чеснока необходимо выбрать участок, в котором не застаивается вода. Особенно это важно для зимого чеснока, чтобы избежать его вымокания. Чеснок предпочитает хорошо дренированные, лёгкие почвы с достаточным количеством органического вещества. На бедных почвах чеснок становится мелким, это очень заметно. То есть, как только вы посадили, первые несколько побегов могут быть нормальными, дальше он мельчает, и сразу понятно, что, конечно, органика внесена в недостаточном количестве. Поэтому под посадку почву нужно готовить заранее, внося достаточное количество удобрений. В основном это должно быть натуральный перегной, компост. Избыток удобрений также нарушает нормальное развитие чеснока, могут образовываться жёсткие листья, луковицы трескаются. Но если всё выдержано нормально, то самое главное – обеспечить ему своевременный полив, хотя он довольно засухоустойчив, всё-таки при сильном просыхании почвы следует увлажнять её на всю глубину до 30-40 сантиметров. И, кроме того, чеснок, конечно, лучше сажать на хорошо освещаемых местах. Дело в том, что это, как и другие зеленые культуры, это, конечно, очень сенсолюбивое растение. Наиболее широко и разнообразно чеснок использовался древними римлянами, которые были уверены, что он умножает силы, укрепляет дух и лечит от всех болезней. Поэтому чеснок вместе с хлебом ели легионеры, а гладиаторы жевали его целыми головками, чтобы стойко держаться на арене и презирать смерть. Даже кое-кто из аристократов пил чесночную микстуру как эффективное противоядие против возможного отравления. Если вы решили сажать чеснок, то, что называется, из зубчика, перед посадкой следует обязательно провести обработку. То есть небольшое количество марганцовки развести в воде, протравить, или в различных других фунгицидах. Дело в том, что, как и многие луковичные, чеснок может поражаться различными грибковыми заболеваниями. Также предварительная калибровка зубков также должна производиться. Дело в том, что если зубок слишком мелкий, он в этот год вам особенно не даст ни зелени, ни сам не разовьётся. А слишком крупные могут просто неправильно прижиться. Хотя у многих сортов можно выращивать как мелкий, так и крупный посадочный материал. При посадке, конечно, следует обратить внимание на состояние чешуи на луковице. Обратите внимание на то, насколько она целая. Нет ли каких-то трещин, повреждений, пятен. Если есть вдавленные пятна, изменившие цвет, то, конечно, это сразу выбраковывается. А зимой чеснок высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 5 сантиметров будет не выше 15 градусов. Чаще всего это конец сентября, начало октября. Посаженный в это время он успевает сформировать мощную корневую систему, а это один из главных факторов получения высокого урожая. И не страшно, если овощ успеет зайти осенью. Хорошо укрепившемуся чесноку не страшна зима. Яровой чеснок высаживают ранней весной, но не позже первой декады апреля. Лучшие всходы этот вид чеснока даст, если зубчики перед посадкой. Две-три недели хранили в холодильнике. Сажать чеснок можно рассадным способом или в открытый грунт. При посадке зубчиков уже можно высаживать по готовой схеме 10 на 15 или более плотно, если дальше вы будете проводить раннее прореживание. При посеве бульбочек можно делать плотную посадку, но затем при появлении первых крупных побегов сразу проводить прореживание, а те экземпляры, что убираете, непосредственно использовать в пищу. Ранний чеснок можно выращивать рассадой уже начиная с марта. Для этого зубки высаживают редками в ящик, наполненный огородной почвой. Расстояние между зубками не более 5 сантиметров. Затем засыпают посадки землей слоем 2,5-3 сантиметра. При появлении всходов растения пересаживают в грунт. К этому времени успевают сформироваться корни длиной до 5 сантиметров. Если опоздать с высадкой, могут образоваться однозубковые головки. При выращивании зимого чеснока необходимо следить, чтобы в местах посадки зимой накапливалось больше снега. Так всходы лучше сохранятся. Весной при отсутствии дождей проводят поливы, а также две подкормки с последующим рыхлением. Первая подкормка в апреле, вторая в июне. Режет стрелки, когда тока не появляется, в расчете на то, что луковица будет крупнее. Это грубая ошибка. Стрелки не срезают и выращивают на стрелках бульбочки. Эти бульбочки, когда она еще только с клюковку, я открываю шпиль, шпиль так называемый, разрываю, и начинают бульбочки расти осенью. Так же, как сажается чеснок подзимний, да, осенний чеснок, так же я сажаю бульбочки. Но не на 7 сантиметров в глубину, в глубину, а только на 5. Но обязательно надо в зиму, что сделать? Покрыть ельником, чтобы чеснок не замерз. Однако некоторые огородники все же удаляют у нестрелкующихся сортов стрелки. Проделывают эту процедуру в июне, когда высота достигает 5-8 сантиметров. Считается, что стрелки снижают урожайность. Стрелки выламывают на уровне выхода из верхнего листа. Ни в коем случае нельзя их выдергивать, так как это может травмировать растение. Уход за чесноком, как и за другими зеленными культурами, состоит в прополке, рыхлении, в своевременном убирании ослабленных экземпляров, ну и, конечно, в поливе. Если чеснок посажен по нормальной схеме, вот той самой 10 на 15, можно, конечно, избегать слишком обильных поливов, как бывает при редкой посадке, но при этом нужно убирать сорняки. Дело в том, что на многих из них находятся промежуточные вредители, живущие на чесноке. Поэтому, чтобы избежать их распространения, нужно сохранить делянку чистой. Если посев загущенный, могут возникать некоторые грибковые или бактериальные заболевания. Но в целом это растение достаточно содержит различные отпугивающие вещества, поэтому, конечно же, очень мало какими вредителями и болезнями поражается. Для получения хорошего урожая чаще всего рекомендуют использовать в качестве удобрения птичий помёд. Нужно взять ведро с этим ценным продуктом, залить водой и дать отстояться в течение 2-3 дней, после чего проводить подкормку, выливать одну крошку под одну головку. Повторять такую процедуру необходимо 2-3 раза в месяц. В среднем ведра хватает на 50 растений, поэтому рассчитывайте сразу количество необходимого вам удобрения. Довольно часто при сильном заболевании чеснока различными грибковыми болезнями садоводы начинают в большом количестве обрабатывать фунгицидами. Но я не рекомендую это делать, поскольку в данном случае фунгициды будут очень быстро накапливаться в дольках чеснока. По сути, съедая потом полученный материал, вы просто будете есть сами тот же самый фунгицид. Лучше использовать натуральные средства, превентивные меры различные, то есть сначала предпосевная обработка, ну и потом, конечно, избежание загущивания и прореживания. Существует и расхождение во мнениях. Одни рекомендуют отгребание земли от головок ярового чеснока. Утверждают, что если проделать это во второй половине июня, в начале июля, то головка сформируется более крупной и ровной. Другие настаивают на обратном, говоря, что чеснок, наоборот, следует окучивать, нагребая землю над головками, так как это защитит его от перегрева и зеленения. По моему опыту, второй совет ближе к истине, и я стараюсь следовать именно ему. Вам же рекомендую попробовать и тот, и другой варианты, и, глядя на полученный результат, выбрать подходящий. Если вы всё-таки решили нагребать землю, то необходимо это делать следующим образом. Сначала чеснок окучивают на небольшую высоту, не более 5 сантиметров, а потом ещё выше. При этом нагребается почва таким образом, чтобы между растениями образовывалась канавка, а над луковицей гребень. Получившиеся канавки можно использовать для подкормок и полива. За 2-3 дня до уборки рекомендуется завязать листья ярового чеснока в узел. Так можно ускорить его созревание и повысить срок хранения. Определить спелость чеснока можно следующим образом. Нужно отгрести землю от 2-3 головок и осмотреть плоды. У спелого чеснока головки должны быть плотными, зубчики легко отделятся друг от друга, а покрывающая их плёнка легко сниматься, чешуйки прочными. Такой чеснок полностью готов к уборке. В зависимости от региона выращивание уборка проводится в различное время. Но достаточно частым признаком, наиболее верным, считаются первые моменты, когда начинают только самые кончики желтеть. Правда, это возникает и при недостаточном поливе, при высоких температурах. Так что нужно отличать момент физиологического пожелтения от пожелтения в результате условий. В любом случае можно уже применять такие растения для запасания. То есть при сборе, конечно, следует их обязательно отряхнуть от земли. Если вы собрались употреблять пищу, то следует проверить, нет ли внутри каких-то поселившихся организмов. Бывают различные вредители выгрызают ходы внутри человека, чеснока. Но если всё в порядке, то достаточно его просто почистить и съесть. При уборке стрелки срезают. Затем растения выкапывают садовыми вилами. С корней отряхивают землю и укладывают для просушки. Затем неделю-другую досушивают чеснок в тёплом проветриваемом помещении или при хорошей погоде прямо на улице. После того, как он высохнет, очищают от стеблей и корней. Причём можно не ждать полного созревания чеснока. Он хорошо дозревает и после выдёргивания. В первую очередь старайтесь использовать мелкие, затем средние и, наконец, крупные луковицы чеснока, которые лучше хранятся. Чтобы чеснок долго хранился, собирают его только в сухую погоду. После уборки чеснок просушивают в тёплом помещении с хорошей вентиляцией примерно одну неделю. После чего головки очищают от стеблей и корней. От надземной части оставляют пенёк длиной один-два сантиметра, а корни подрезают так, чтобы не повредить донцы. При длительном выращивании чеснока на одном и том же месте и при получении его посадочного материала просто разделением вот этой группы луковичек на отдельной дольке, на самом деле можно нечаянно испортить сорт. Дело в том, что со временем накапливаются различные болезни. А вот если вы получите стрелку, на которой образуются бульбочки, то есть это на самом деле не семена, это такие маленькие чесночинки, то тогда, высадив вот эти бульбочки, прорастив их рассадным способом, затем высадив грунт, вы можете оздоровить посадочный материал и оживить сорт. Иногда необходимо обновлять посевной материал. Для этого в мае мелкие, непригодные к посадке зубчики озимого чеснока замачивают в тёплом, около 40 градусов, слабом растворе марганцовки и держат 6-7 часов. После чего зубчики высаживают, желательно между морковью и перцем, на расстоянии 6-7 сантиметров друг от друга. Примерно через 2 недели чеснок дружно прорастёт, а выкапывать его нужно тогда, когда стебель начнёт желтеть в нижней части. Затем следует просушить головки и этот обновлённый посадочный материал высаживать осенью, как обычно. Если вы хотите при приготовлении сохранить аромат и вкус чеснока, то его не следует резать. Лучше помять зубчики плоской стороной ножа. Если добавить этот овощ в квашеную капусту, то в ней будет гораздо меньше нитритов в течение всего времени брожения. А ещё чеснок можно использовать совсем не по назначению. Например, если смешать сок чеснока с яичным белком или мёдом в соотношении один к одному, то получится отличное средство для склеивания фарфора. Хранить чеснок лучше всего на решётчатых полках, слоем не более 20 сантиметров в толщину. Можно хранить чеснок и в ящиках, но они должны быть небольшими по объёму, примерно 20 килограммов. При хранении необходимо избегать сильных колебаний температур. Это плохо сказывается на сохранности головок. Идеальный баланс от плюс двух до минус двух градусов. Во время хранения нужно как можно чаще осматривать чеснок и своевременно удалять повреждённые головки. Чеснок очень полезен для здоровья. Он обладает полезными и лечебными свойствами. Состав чеснока входит калий, магний и кальций. Чеснок содержит фитостерин и фитонциды, которые обладают противомикробным действием, антиоксидантным, благодаря тому, что в нём содержится селен, и препятствует заболеванию онкологией. Для того, чтобы снизить потребление соли в рационе человека, мы советуем употреблять чеснок, потому что он обладает специфическим вкусом и ароматом, что способствует лучшему пищеварению. Уникальный сильный запах чеснок имеет благодаря содержащимся в нём сернистым веществам. Чтобы избавиться от этого аромата, можно пожевать пучок петрушки, семена кардамона или корицы. Эфирное масло этого овоща убивает многих опасных возбудителей инфекционных болезней. Однако с лечебной целью чеснок нужно употреблять свежесобранным или после непродолжительного хранения. В течение 4 месяцев в холодильнике его антибактериальное действие снижается вдвое, а хранившийся в комнатных условиях чеснок потеряет свои полезные свойства уже через 8 месяцев. Чеснок активно применяют и в косметологии. Тёртый или выдавленный овощ в виде кашицы используют в качестве наружного средства при жирной сибореи и выпадении волос. А для их укрепления в волосистую часть головы втирают разбавленной водой чесночный сок. Сегодня мы будем готовить гренки с чесноком, зеленью и чесночно-сырным соусом. Нам, конечно же, понадобится чеснок, зелень, несколько кусочков чёрного хлеба, плавленый сливочный сыр и немного сливок. Сначала мы возьмём чёрный хлеб и отрежем от него кожу. Теперь мы разделим этот чёрный хлеб на три части. Это наши будущие гренки. Мы поставим масло нагреваться, а тем временем мы можем измельчить чеснок в блендере. Совсем немного чеснока нам понадобится для зелени. Мы забираем немножко чеснока, клоняем вниз. Тем временем наше масло нагрелось и мы можем начать жарить гренки. Для приготовления соуса у нас есть ещё влажный сыр и сливки. Мы добавляем их в чеснок и измельчаем. Нам нужно перевернуть гренки. Пока наши гренки дожариваются, мы будем делать зелень. Нам нужно мелко порезать всю заголовленную зелень. Лук, укроп, петрушку и немного газы. Порезанную зелень мы выкладываем в миску, там, где у нас чеснок. и перемешиваем. Пришла пора посмотреть наши гренки. Гренки готовы. Для того, чтобы выложить гренки, мы уже заготовили миску с салфетками, куда будет стекать лишнее масло. мы выкидываем гренки. Нашу зелень нужно посадить. Теперь мы переходим к подаче гренок на стол. Нашу зелень мы посыпаем на тарелку и выкладываем сверху гренки. Снова посыпаем нашу зеленью. Наши гренки с чесноком и чесночно-сырным соусом готовы. Приятного аппетита! Безусловно, выращивание чеснока не самая простая задача. Но ведь практически на каждом дачном участке есть грядка с этой культурой. Поэтому можно с уверенностью сказать, что при желании каждый может вырастить хороший урожай чеснока. С помощью наших советов, конечно. В следующий раз мы будем высаживать бобы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин